В эфире новости с вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Размеры адресной и социальной помощи в этом году будет меньше, чем в 2019. Причина в том, что начисления стали по-другому высчитывать. В некоторых семьях сумму сократят в 2-3 раза. Но компенсировать такой убыток нуждающимся многодетным семьям решили за счет нового вида пособия. При наличии семерых и более детей размер ежемесячной специальной выплаты может превышать 70 тысяч тенге. При расчете не учитывается доход семьи в отличие от АСП. Только в январе, по данным Минтруда, на новый вид пособия планируется направить свыше 17 миллиардов тенге. Обо всем по порядку расскажет Камила Тастамбекова. С нового года адресную и социальную помощь малообеспеченные семьи будут получать по новому механизму. А именно изменится порядок расчета оказания АСП. Выплаты от государства будут начисляться на всех членов семьи ежеквартально. А сумма будет высчитываться из разницы, образующейся между среднедушевым доходом и чертой бедности. Для примера возьмем многодетную семью из пяти человек. Это мама и четверо детей. Три, четыре. Допустим, за прошлый квартал их доход составил 300 тысяч тенге. Теперь нам нужно вычитать среднедушевой доход для этой семьи. Для этого в первую очередь мы 300 тысяч делим на три месяца. Делим на три. Отсюда выходит 100 тысяч тенге. 100 тысяч тенге нам нужно разделить на каждого члена семьи. В нашем случае это пять человек. Делим на пятерых. Выходит 20 тысяч тенге на каждого члена семьи. Ну вот, в случае из данного, из-за нашего примера. 20 тысяч – это ниже, чем установленная черта бедности в Казахстане. На сегодняшний день она равна 24 258 тенге. Разница между среднедушевым и разница между чертой бедности для этой семьи составляет 4 258 тенге. Чтобы высчитать итоговый вариант адресной социальной помощи для этой семьи, нам нужно получившуюся сумму, это 4 258 тенге, умножить на каждого члена семьи. Это в данном случае на пятерых. Итоговый размер адресной социальной помощи здесь выходит 20 190 тенге. Получается, что размер адресной социальной помощи в этом году будет ниже той суммы, что выплачивалось в прошлом году. В 2019 АСП начисляли отдельно на каждого ребенка в размере черты бедности. В декабре прошлого года сумма составляла 25 398 тенге. К примеру, многодетной маме Асило Шахпаевой на шестерых детей выплачивалось около 146 тысяч тенге в месяц. Теперь же размер адресной социальной помощи составит около 50 тысяч тенге. В столичный Акимат женщина пришла, чтобы переоформить документы. В моем случае будут учитывать пособие, как многодетной семье 63 тысячи тенге и зарплату мужа. Не будут брать в расчет адресной помощи выплату за звание кумыслка. А это 16 тысяч тенге. Рассчитали, что теперь наша семья будет получать по 50 тысяч. Теперь переоформляют документы. Но это еще не все изменения. Для поддержки социально уязвимых слоев населения в этом году вводится специальное пособие. С 1 января 2020 года многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих детей, будет назначено специальное государственное пособие. Размер пособия будет зависеть от количества детей. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от дохода семьи. При наличии четверых детей размер выплаты превысит 40 тысяч тенге. Пятерых детей – 50, шестерых – почти 64 тысячи, семи и более детей – свыше 70 тысяч тенге. Нуждающиеся малообеспеченные семьи для получения АСП в 2020 году могут также, как и осылу Шакпаева, обратиться в Акимат или Центр занятости населения с удостоверением личности и подать заявление для получения АСП в новом формате. Также необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства не менее 6 месяцев по месту проживания. Автоматического перевода семей, которые получали выплату в прошлом году, не будет. Прием документов в Нурсултане ведется в шести пунктах. Обязательным условием назначения адресной социальной помощи является участие трудоспособных членов семьи в активных формах содействия занятости. Если трудоспособный член семьи откажется от трудоустройства, то выплата адресной социальной помощи будет прекращена всем членам семьи. Если по этому пункту нарушений нет, а также если среднедушевой доход не превышает черту бедности, то в назначении АСП проблем не возникнет, заверили в Минтруда. Выплату будет начислять с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. То есть, если заявление подано 20 января или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь отчетный период. Камила Тастамбекова, Марат Дихамбаев, Адиргазет, Толемес, Хабар, 24. В североказахстанской области за выходные дни из снежного плена эвакуировали 65 человек, в том числе 12 детей. Стихия бушевала сразу в нескольких районах. Из-за метели работы прибавилось у коммунальщиков Петропавловска. В праздничные выходные североказахстанским спасателям и полицейским отдыхать не пришлось. То и дело поступали тревожные сигналы о снежных заторах. Движения на трассах из-за метели, хоть и ограничивали, но люди все равно выдвигались в путь. А потом их эвакуировали из снежного плена. Например, в Есельском районе стражи порядка помогли рыбаку и его 14-летнему сыну. Они из-за бурана не смогли выехать из озера. А в Тимирязевский район для спасения человека пришлось даже отправить спасательную технику высокой проходимости. Человеку стало плохо, обострился панкреатит. Техника наша приехала, медперсонал был транспортирован в данный населенный пункт. После чего данного больного отвезли в центральную районную больницу. Из-за метели прибавилась забота и у коммунальщиков. Петропавловск и работу по зимнему содержанию улиц проводят 12 предприятий. В первую очередь снег вывозят с центральных улиц. На окраинах картина пока вот такая. Акцент будет на частный сектор. Это в феврале, в начале марта месяца. Так как является микрорайон Подгора, самый затапливаемый район, рабочий поселок, пензастрой. Это уже в феврале, в марте месяце мы начнем уже вывозить оттуда снег. Но хотя основные улицы по этим микрорайонам уже вывозится снег. В Акимате сообщили, что с ноября по январь с городских улиц вывезли свыше 52 тысяч кубов снега. Основную часть снегоуборочных работ проводят в ночное время. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. За плохую работу, за плохую уборку снега карагандинские полицейские оштрафовали руководителей коммунальных предприятий. Во многом из-за их неэффективной работы некоторые казахстанцы провели первые дни Нового года на дороге. Ответ коммунальщиков прост. Не хватает техники, чтобы своевременно чистить трассы. Изменят ли ситуацию штрафы или же жители региона в непогоду вновь столкнутся с транспортным коллапсом? Этот вопрос выясняла Юлана Чаус. Длинная вереница машин, главная трасса страны Алматы-Екатеринбург в минувшие праздники стала непроездной. Заносы на платном участке Нурсултан-Цемерта удержали машины в пробке. При этом, несмотря на причиненные неудобства, с проезжающих продолжали взимать плату. Вовремя не чистить. Пройдите вы сами час, бурана нет, все равно не чистить они стоят. Дорога же платная, мы же плотим, все плотим, как положено плотим. Ну же доход же есть, почему не чистить дорогу? Каждая зима вот такая проблема. Вот мы для чего плотим дорогу? Техника должна вот днем и ночью работать, правильно? Вот они только к обеду выйдут, пока чистят. Но там немного же местами, под мостами где-то, где-то под Пахасакаровские мосты. Там немного же, постоянно вот набирается снег. Сдерживать недовольство и в прямом смысле разруливать ситуацию на перекрытых участках приходилось полицейским. И они впервые пошли на решительные меры. За невыполнение требований правил содержания автодорог и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области к административной ответственности по статье 631 части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях привлечены руководства организаций ответственных на данные в участке дорог. Штрафы в размере 10 МРП заплатят четверо руководителей коммунальных предприятий. Однако некачественная организация работы не единственная проблема. Сейчас на республиканских дорогах только в пределах Карагандинской области в уборке снега задействованы 195 спецмашин. Но специалисты говорят, и этого мало. Бывают некоторые случаи, когда видимость плохая, тогда даже видимость плохая. Работа с дорожными средствами тоже не допускается, потому что это тоже небезопасность. В связи с этим дорога принимается решение о закрытии участков. В связи с ограниченным временем, нехваткой дополнительной техники, приходятся такие неприятные ситуации. Потому спасение утопающих в снегу – дело рук самих утопающих. Хочешь припарковаться – бери лопату. А на зимой в машине – обязательный инструмент. По городу вот только парковочные места у нас, нечищенные парковочные места в основном. Потому что я понимаю коммунальщиков так, как они хотят основные трассы почистить. У представителей коммунальных предприятий по традиции во всем виноваты капризы природы. Снега, мол, выпало сразу много, да еще и мило. Согласно правилам городского благоустройства, после обильного снегопада коммунальные службы должны очистить дороги в течение трех дней. Но до сих пор в городе немало вот таких участков дорог, где ни пройти, ни проехать. Ну вот посмотрите, обочина где-то вот здесь. При этом ни одно городское коммунальное предприятие в список штрафников у полицейских почему-то не попало. Милан Чаус, Василий Савкин, Хабар-24, Караганда. В Алматы троллейбус выехал на тротуар и задавил пешеходов. Все произошло накануне, поздним вечером на улице Сатпаева. Сообщается, что водитель уже возвращался пустой на базу. Со слов очевидцев, ему стало плохо. Не исключено, что он потерял управление из-за сердечного приступа. Столкнувшись с двумя припаркованными автомобилями, троллейбус наехал на человека, который от полученных травм скончался на месте. Выросли тарифы. Проезд в общественном транспорте Туркестана подорожал до 70 тенге. Было 50. Единственный перевозчик связывает это с повышением цен на топливо. Вопрос изменения тарифа местные власти обсуждали с компанией неоднократно и в итоге решили дать добро. Взамен организация обещает полностью обновить автопарк. Сейчас на балансе 275 автобусов, большинство из которых сильно изношены. К слову, последний раз цену за проезд в городе повышали три года назад. Перевозчику выдвинуты несколько требований. Их он будет выполнять поэтапно. Например, автобусы должны быть полностью обновлены до конца 2020 года. Акимат возьмет этот вопрос под контроль. Если один из пунктов не будет выполнен, то договор с перевозчиком будет расторгнут. В Уральске повысили тариф на вывоз мусора более чем на 30%. Жители благоустроенных домов теперь будут платить за вывоз отходов 287 тенге в месяц с человека. В частном секторе 291 тенге. При этом коммунальщики отмечают, что в регионе один из самых низких тарифов по стране. Техника же у мусоровывозящей компании устарела на 80%. Предприятие не покрывает своих затрат и несет убытки. Необходимо закупать новую технику, иначе ТБО своевременно вывозить не получится. Одна из основных причин повышения тарифа – это изношенность спецтехники. Вместе с техникой нужно обновить и контейнеры. Численность населения Уральска растет. Городу нужны и новые контейнеры. К тому имеют место быть растущие расходы на ГСМ, расходы на запчасти. Дональд Трамп назвал условия вывода американских войск из Ирака. Американцы уйдут лишь в том случае, если Багдад заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу. И еще пригрозил санкциями в случае враждебности со стороны властей. Президент США вернулся раньше намеченного срока из Флориды в Белый дом. Во время полета на борту номер один американский лидер говорил журналистами о растущей напряженности в отношениях с Ираном и выводе войск из соседнего Ирака. Трамп заявил, что расходы на поддержание военного контингента в Ираке в последние годы должны быть возмещены. В Багдаде очень дорогая авиабаза и, по словам президента США, ее строительство стоило бюджету миллиарды долларов. В беседе он также пообещал репортерам раскрыть некоторые сведения, приведшие к убийству генерала Сулеймани. Трамп считает, что у штатов есть право наносить удары по иранским культурным объектам. Им разрешено убивать наших людей, им разрешено пытать и калечить наших людей, им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам не разрешается трогать их культурные объекты? Это не работает таким образом. Бывший премьер-министр Зоран Миланович, кандидат от оппозиционной партии «Социал-демократы», станет следующим президентом Хорватии. Во втором и последнем туре выборов Миланович набрал 53% голосов. В то время как действующая глава государства Колинда Грабар-Котарович, кандидат от правого правоцентристского Хорватского демократического содружества, заручилась поддержкой 47% избирателей. В своем выступлении она пожелала своему оппоненту удачи в ближайшие пять лет. Зоран Миланович занимал пост премьер-министра с 2011 по 2015 годы. В первую очередь он пообещал побороть коррупцию в республике. В Тель-Авиве трагедия. Молодая пара погибла в лифте, когда парковку, где он находился, затопило из-за сильного дождя. Аномальные осадки привели к катастрофическим наводнениям в Израиле. С подробностями Сергей Ауслендер. Вот дом, в лифте которого погибла молодая пара. Утонула, если быть точнее. У дома номер два по улице Надав столпотворение. Полицейские, спасатели, местные жители все обсуждают трагедию, случившуюся накануне. Во время сильного дождя мощные потоки воды в считанные минуты затопили подземную парковку. Уровень видно по черным полосам на стенах, до потолка. Мы получили десятки звонков, что заливает дома. Спасатели прибыли в этот район. Здесь было много затопленных квартир. Там находились женщины и дети. Потом мы узнали, что в одном из домов вроде бы затоплен лифт, и там тоже есть люди. Уже на месте узнали, что затоплена парковка, и там в лифте застряли двое жильцов. Есть опасность для их жизни. Спасатели вызвали подразделения со специальным оборудованием. Водолазов скрыли лифт, извлекли мужчину и женщину. Спасти пострадавших не удалось. Оба скончались. Район Атиква, где все произошло, пострадал очень сильно. Здесь много полуподвальных квартир или жилья вровень с землей. 97-летняя Хана рыдает, потому что в одночасье лишилась всего. Ее спас престарелый сын. Он забрал мать из квартиры, которую уже залила водой. Когда мы вошли в квартиру, здесь было уже 40 сантиметров воды. А мама еле ходит. Она просто не могла передвигаться. Сидела на кровати и рыдала от ужаса. Мы ее забрали, конечно. Совершенно не понимая, что теперь делать. Я обращаюсь ко всем. Мэрии, представителям власти, неравнодушным людям. Помогите нам. Помогите матери. Она старая женщина и сама не может справиться с этой бедой. Соседи Хан и семья беженцев из Нигерии. Принцесса и Виктор. Они живут в крохотной квартирке в подвале. Виктор показывает, воды много даже сейчас. Все имущество погибло. Что делать, непонятно. Ничего не осталось. Ни одежды, ни вещей, ни бытовой техники. Никто к нам пока не приходил и помощь не предлагал. Теперь мы живем на улице. Нам очень нужна помощь. Еще предстоит разбираться, почему все это случилось. Мэрия говорит, 20% годовой нормы за 2 часа. Такое количество воды не выдержит никакая ливневка. Жители возражают. Раньше такого не было. Ливневую канализацию просто не чистили. Особенно в старых районах. Но впереди еще сплошные дожди. Синоптики советуют не расслабляться. Зима, похоже, будет аномально дождливой. А городские службы, похоже, вновь к ней не готовы. Сергей Услендер, Хабар 24. Одна из самых больших династии учителей живет в Сарагашском районе. Стаж семьи Кожановых уже перевалил за 200 лет. В районе о них знают все. Если бы они работали в одной школе, смогли бы заполнить все учительские ставки. Среди них есть преподаватели математики, биологии, физики, казахского языка и физкультуры. Катерина Попкова о том, когда профессия учителя становится семейной традицией. Семья Кожановых – самая известная в Сарагашском районе среди учителей. Дети, снохи, зятья и внуки преподают в школе. На этих снимках сразу три поколения этой семьи, кто посвятил себя развитию отечественного образования. У меня 10 детей, шестеро из них работают в школе. Я горжусь этим. Учитель – это благородная профессия. Глава семьи Кожаназар Кожанов преподавал математику 42 года и никогда не представлял себя в другой профессии. Хотя мог себя попробовать и в других сферах, но энергия, которую дарят дети, оказалась дороже. Любовь к ним, как и к точным наукам, ему привели родители. Мой отец был учителем, поэтому я не сомневался при выборе профессии. Хотя, конечно, трудностей очень много было. Благодаря честному труду я добился успехов. А теперь мои дети и внуки пошли по тем же стопам. Когда в семье много учителей, это несложно признаются Кожановы. Хотя у каждого свой подход и взгляд на обучение. В семье часто вспоминают истории своей необычной династии. Ее начало было положено еще в середине 30-х годов. Учительскую династию Кожановы пытаются укрепить. Теперь даже дети детей продолжают дело. Внуки учатся в педагогических вузах. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов. Туркестанская область. Хабар, 24. Прямо сейчас прямая трансляция брифинга службы центральных коммуникаций.